Лествица Иоанна Лествичника Страница 71 4.91 Не будь неразумным молчальником И не приводи других в смущение и озорчение Не будь имедлителен в поступках и в походке Когда вели на тебе поспешить В противном случая ты хуже беснующихся и смятенных Нередко видел я, как говорит Ев, что души болезнуют этим И по медлительности нрава, а иногда и по готовности на все И дивился, как разнообразен порог Кто не один, а вместе с другими Тот не столько может получить пользу от псалмопения, сколько от молитвы Потому что при слитности поющих голосов Делается невнятным смысл псалма Неослабно борись с мыслью своею И когда носится она туда и сюда Собирая ее воедино Отделателей послушания Бог не взыскивает еще молитвы Никогда ничем не развлекаемой Не унывай, когда мысль твоя расхищается Но благодушиствуй, непрестанно заставляя ум свой возвращаться в себя самого Ненарушимая собранность ума свойственна только ангелу Кто в тайне дал обет не оставлять борьбы до последнего издыхания и не отступать перед тысячами смертей телесных и душевных Тот не так легко может впадать в какой-либо из таковых недостатков Потому что колебания сердца и неверность своему месту всегда производят преткновение и несчастье Склонны переходить с места на место во всем неблагоискусны Ничто не бывает столько причиной бесплодия, как нетерпеливость Если пришед ты к неизвестному врачу и в неизвестную врачебницу То будь в ней, как прохожий, и тайно испытывай всех тамошних Когда же от врачей и прислужников почувствуешь пользу, облегчаясь от своих болезней Наиболее же, чего домогался ты от надмения души Тогда приступай уже к делу и продай себя за золото смирения Написав условия на хартии послушания, письменами служения, присвидетелях, ангелах А сверх того разорви хартию собственной своей воли Переходя с одного места на другое, обращаешь ты в ничто ту куплю, какое искупил уже тебя Христос Место пребывания твое да будет для тебя гробом еще прежде гроба А из гроба никто не выходит до общего воскресения Если же и выходили некоторые, то смотри, они опять умирали Чего-то не случится и с нами, будем умолять Господа 96 Ленивые иноки, когда примечают, что данное им приказание тяжелое для исполнения Тогда покушаются лучше предпочесть им молитву А когда приказания легкие, от молитвы бегут как от огня Бывает, что вступившие в прохождение служения для успокоения другого брата, будучи прошен о том, оставляют то Бывает также, что иное оставляет служение по лености Бывает еще, что иное оставляет то из тщеславия Бывает же оставляющее и по ревности Если ты связал себя условиями пребывать неисходно в монастыре И примечаешь, что око души твоей не преуспевает То не старайся нарушить договор Благоискусный везде благоискусен А равный наоборот В мире злословие разлучило многих А в братстве чревоугодие производит все падения и отложения Если ты будешь начальствовать над этим властелином, чревом То всякое местопребывание доставит тебе бесстрастие Если же он будет начальствовать над тобой То кроме гроба везде будешь бедствовать Господь слепые очи послушных умудряет Чтобы видеть добродетели учителя И отемняет, чтобы не видеть недостатков его Ненавистней же добра поступает напротив Что образцом совершеннейшего подчинения Пусть будет для нас так называемое жидкое серебро Ртуть В смеси со всяким веществом Оно занимает самый низ И к нему же не примешивается никакая нечистота Старательные пусть лучше будут внимательными к себе Чтобы за осуждение беспечных Самим больше их не быть осужденными И лот, думая, оправдан За то, что живя с такими людьми Никогда не осуждал их Всегда еще более во время песнопений Будем соблюдать безмолвие и безмятежие Ибо у бесов та цель Чтобы мятежем, помыслов Обратить в ничто молитву Прислуживающие должны телесно предстоять людям А мысленно молитвы касаться небес Оскорбление, уничижение и тому подобное В душе послушного уподобляется горечи полыни А похвалы, почести, прославления В словолюбивых подобно меду Порождают всякую сладость Посмотрим же Каково свойство того и другого Полынь обыкновенно очищает всякую внутреннюю слизь А мед умножает желчь Беззаботно должны мы доверяться тем Которые о Господе приняли на себя попечение о нас Хотя бы приказывали они нечто по-видимому противное и противоположное нашему спасению Тогда искушается наша к ним вера Как бы в горниле смирения Ибо это признак самой истинной веры Если несомненно доверяем начальникам Даже видя ей что-либо противное нашим ожиданиям От послушания смирения, как говорили мы и выше От смирения рассудительность Как и великий Касьян прекрасно и весьма высоко любомудрствует Об этом слове своем о рассудительности От рассудительности проницательность А от последней прозорливость И что же не потечет этим прекрасным путем Кто же не потечет этим путем послушания Видя перед собой уготование таковых благ Об этом-то великом послушании превосходный псалмопевец сказал Уготовал благостью твоей нищему Делателю послушания Божьей Присутствие твое в сердце его Во всю жизнь свою не забывай того великого подвижника Который целые восемнадцать лет от настоятеля своего Не слыхал внешними ушами слова Спасайся Но ежедневно от Господа слышал внутренним слухом Уже не спасайся Это только благожелание Исполнение которого неизвестно Но ты спасен Что уже было определенно и несомненно Некоторые из делателей послушания Заметив уступчивость и снисходительность настоятеля Забывались и просили у него соизволения на собственные свои желания Но получивший такое соизволение Пусть знает, что они несомненно лишились венца исповедания Потому что послушание есть отчуждение лицемерия и собственного желания Иной получив приказание и проникнув в намерение приказавшего А именно, что исполнение приказанного неприятно ему Не исполнил приказание А другой и знал это И не колеблась послушался Спрашивается Кто из них поступил благочестнее? 110 Невозможно, чтобы дьявол стал противоборствовать воле своей Да убедят тебя в этом живущее в нерадении Утвердившееся где-либо на безмолвии или в общежитии Если в отшельничестве нашем тревожит нас мысль о неудобстве места Тогда будет это для нас доказательством нашего там благоугождения Если только это, что мы боримы, служит знаком, что сами боремся О преподобном Акакии Не буду несправедливым укрывателем и не милосердным лихаинцем Умолчав перед вами, о чем не позволительно молчать Иоанн Саваид, муж великий, пересказывал мне вещи достойные того, чтобы слышать о них А что он беспристрастен и чист от всякой лжи От слова и дела лукавого Это известно тебе, преподобный, из самого опыта И так он пересказывал мне В обители моей, которой в Азии, ибо оттуда пришел праведный этот муж Был один старец весьма нерадивый и невоздержный Говорю это не в осуждение, но чтобы верным быть истине Он, не зная, как приобрел себе ученика юного по имени Акакия Простого по сердцу, но благоразумного по рассудку И он столько потерпел от такого старца, что это многим покажется, может быть, невероятным Старец ежедневно мучил его не только оскорблениями и бесчестиями, но даже и побоями Терпение Акакия было неразумно И так, видя, что он ежедневно до крайности бедствует, как купленный раб При встрече с ним неоднократно спрашивал я его Что, брат Акакий, каково этого дня? И он немедленно показывал мне То посиневший глаз, то шею, то голову избитую Я же знаю, что он труженик говорил ему Хорошо, хорошо Терпи, и получишь пользу Так прожил у немилостивого этого старца девять лет, Акакий отошел ко Господу Через пять дней по его погребению в усыпальнице отцов наставника Акакиев Пошел к одному бывшему там великому старцу и говорит ему Брат Акакий умер Как скоро услышал это старец, говорит сказавшему Поверь мне, старец, не верю этому Тот отвечает, поди и посмотри Старец немедленно восстает вместе с наставником блаженного страдальца Приходит к усыпальницу, как к живому Взывает к этому действительно живому и по успении своем И говорит, умер ты, брат Акакий И этот благопокорный делатель послушания Оказывая послушание своей по смерти, отвечал великому старцу Как возможно, отец, умереть человеку, делателю послушания Тогда старец, бывший Акакиевым наставником, пришедший в страх Со слезами пал лицом на землю Потом у игумена Лавры, спросив, ке ли близ гроба Жил уже в той, целомудренно, говоря всегда сам Я сделал убийство И мне кажется, отец Иоанн, что разговаривавший с мертвым был Сам великий Иоанн Ибо и другую повесть, как будто о ком-другом пересказывала мне блаженная душа его Был же это действительно он сам Как мог я впоследствии узнать достоверно и узнал Об Иоанне Саваите или Антиохе Другой некто говорил Иоанн В той же азийской обители жил у одного монаха Кроткого, скромного и безмолвного И видя, что старец обходится с ним почтительно И как бы не брежет о нем Прекрасно рассуждает, что это для многих опасно И умоляет старца отпустить его от себя Старец же имел у себя другого ученика И для него было это не очень прискорбно И так отходит он и по письму своего наставника Помещается в одном общежительном монастыре в Понте И в первую ночь, как вступил в этот монастырь Видит во сне, что какие-то ведут с ним счет И по окончании этого страшного счета Остается он должником И долг его простирается до ста литр золота Проснувшись, стал размышлять о том, что видел во сне И говорит подлинно На нас смиренный Антиох, это было его имя Много еще остается долгу Когда же продолжал он Пробыл я в этом монастыре три года В беспрекословном послушании И все меня почитали ни за что И оскорбляли, как чужеземца Другого же монаха чужеземца там не было Тогда опять вижу во сне, что кто-то дает мне показания Об уплате десяти литр из моего долга И так пробудившись и выразумев видение, говорю Только еще десять Когда же уплачу остальное? После этого говорю я вам и сам себе В большой мере еще Труд и бесчестье Нужны тебе, смиренный Антиох С этого времени начал я Притворяться еродивым Однако же вовсе не оставляет дел служения Почему безжалостные отцы, видя Я со своей готовностью служу в том же чине Приказывали мне делать всякое тяжелое дело в обители Такой образ жизни Терпеливо проводил я до тринадцати лет И увидел во сне, что прежде являвшиеся мне пришли опять И написали совершенное обеспечение от моего долга Почему, когда живущие в обители оскорбляли меня чем-нибудь, воспоминая о своем долге, переносил я это мужественно Вот что отец Иоанн пересказывал мне этот премудрый Иоанн Как бы о другом лице Для чего я переименовал себя Антиохом В самом же деле был это сам он Так мужественно терпением своим раздравший рукописание Но послушаем, какой дар рассудительности приобрел этот преподобный крайним своим послушанием Когда пребывал он в обители святого Савы Пришли к нему трое молодых монахов с намерением стать учениками его Приняв их, тотчас с любовью дал им приют Чтобы отдохнули они после трудов путешествия По прошествии же трех дней Говорит им старец По природе, братья, человек я блудный И не могу принять ни которого из вас Но они не соблазнились этим Ибо знали тружничество старца Сколько же не упрашивали его Не могли никак убедить Тогда поверлись к ногам его Умоляя, по крайней мере, дать им правило Как и где должны они пребывать Старец Уступив просьбам И зная, что со смирением и послушанием Приимут слово Говорит одному Господу угодно, чтобы ты, чадо, пребывал в безмолвном Вместе с одним из отцов В подчинении у него Второму же говорит Иди, продай волю свою И отдай Богу Возьми крест свой И терпи в собрании и в общежитии братья И без сомнения Будешь иметь сокровища на небесах Потом и третьему говорит Неразлучно с каждым дыханием своим Воспринимает в себя слово это Претерпевший до конца спасется Иди И если возможно, не допусти, чтобы в роде человеческом Был человек взыскательнее и строже твоего наставника, Господи И укрепясь терпением Каждый день Как мед и молоко Пей от него поругание и осмеяние Брат говорит великому Яну А что если таковой отец оставит, что в небрежении? Старец отвечает Если увидишь, что впал он даже в блуд Не оставляя его Но говори сам себе Зачем же пришел ты, друг? Тогда увидишь, что надмение в тебе исчезнет И рожение ослабеет Всеми силами будем подвязаться Все мы, вознамерившиеся жить в страхе Господнем Чтобы и в самом училище добродетели Скорее всего не приобрести себе лукавство Злоба, жестокости, коварства, пронырливости Гневливости Ибо и это случается И дивиться в том нечему Пока человек не имеет на себе почетного звания Пока или корабельный он служитель, или земледелец Враги царева не столько вооружаются на него Когда же увидишь, что получил он печать и щит и меч и лук И облечен в воинскую одежду Тогда скрижещут на него зубами И все меры употребляют истребить его Поэтому не будем предавать сосну Видел я, что юные и прекрасные дети Приходят в училище ради мудрости, образования и пользы Научаются же там от обращения с прочими учениками Только грубости и пороку У кого есть ум, тот поймет это Кто от всей души обучается искусству Тому невозможно не успевать в нем с каждым днем Но одни знают свой успех А другие, по Божьему смотрению, не знают того Хороший торжник непременно вечером высчитывает дневную прибыль или убыток А этого не мог бы узнать в ясности Если бы ежечасно не записывал себя на доске Ибо по счетам каждого часа делается ясным счет целого дня Когда неразумный, укоряемый или осуждаемый Уязвляется тем И пытается противоречить Или тотчас сделает укоряющему поклон Не ради смирения, на что прекратить укоризм Тогда ты, принимая на себя удары, молчи и переноси это душевное пережигание Или лучше сказать, озарение непорочности Когда же врач кончит, тогда поклонись ему, прося прощения Потому что в гневе, может быть, не примет и поклона Мы, живущие вместе, непрестанно будем бороться со всеми страстями По крайней же мере, с этими двумя Алчностью чрева и вспыльчивостью Потому что во многолюдстве не бывает недостатка в пище Свойственной этим страстям Живущим в подчинении дьявол внушает желания добродетелей Для них невозможных Подобное и живущим в безмолвии Приводит на мысль подвиги им несвойственные Загляни в мысль неискусному послушнику И найдешь там погрешительное понятие желания безмолвия Самого строгого поста Неразвлекаемой молитвы Совершенного не тщеславия Непрерывного памятования о смерти Всегдашнего сокрушения Совершенной негневливости Глубокого молчания Превосходнейшей непорочности Поскольку же по Божию смотрение Не имеет всего этого в начале То впадает он в обольщение И напрасно стремится к новому роду подвигов Потому что искать этих совершенств Прежде времени Побуждает таковых враг Чтобы при терпении действительно Не достигли тех в свое время А безмолвником обольститель Ублажает в делателях послушание Страннолюбие, служение, братолюбие, общежительность Хождение за больными Мысль же устится та Чтобы ему обманщику и этих последних Подобно первым Сделать нетерпеливыми Разумно проходить безмолвие Действительно могут редкие Именно те одни, которые приобрели Божественное утешение в трудах И Божие содействия в обраниях По качеству страстей своих Будем рассуждать о мерах подчиненности И избирать последние Сообразно с первыми Если ты неудержимо расположен И склонен к походливости То наставник твой Пусть будет не только чудотворец Сколько подвижник Не знающий никакого утешения в пище А не готовый всякого принимать И угощать трапезы Если ты высоковыен То пусть он будет горячий, неуступчив А не кроток и человеколюбив Будем искать непредведущих И прозорливых Но более всего, несомненно, смиренно мудрых Таких, которые бы по нравам И месту жительства Наиболее соответствовали нашей болезни Пусть будет и у тебя По примеру упомянутого Выше праведного Аввакира Этот прекрасный обычай И в деле послушания Думать всегда, что настоятель Искушает тебя И никогда не будешь безуспешен Если наставник непрестанно Делает тебе выговоры А ты тем больше приобретаешь К нему веру и любовь То знай, что Дух Святой Невидимо вселился в душе твоей И сила Вышнего осенила тебя Впрочем, не хвались и не радуйся Что мужественно переносишь Оскорбления и бесчестия А лучше плачь Как будто сделал ты что-нибудь Непременно достойное Худого с тобой обхождение И возмутил против себя Душу наставника Не поделись тому Что намерен я сказать За меня, говорит Моисей Лучше согрешить против Бога Нежели против Отца нашего Потому что прогневанного Бога Может примирить с нами Руководитель наш А когда Он возмущен нами Некому уже умилостить Его за нас Впрочем, мне кажется Что грех равен в том и в другом случае Будем смотреть, рассуждать И трезвенно вникать Когда обвиняемые перед пастырем Должны мы с благодарностью И безмолвием терпеть И когда оправдываться перед ним Думаю, что во всяком случае Приносящем бесчестие Нам одним должно молчать Ибо в этом наше будет приобретение А в случаях, касающихся до лица другого Надлежит защищаться по союзу любви И ненарушимого мира О пользе послушаний скажут тебе Все те, которые оставили Делание того Ибо тогда только узнали они На каком стояли небе Кто стремится к бесстрастию И к Богу Тот великой утратой Почитает всякий тот день В который не терпит злословие Как древа, качаемые ветрами Глубоко в землю пускают корни Так и пребывающие в послушании Приобретают крепкую И непоколебимую душу Кто, пребывая на безмолвии Познал немощь свою И оставил то Спродал себя в послушание Тот, будучи слеп Без труда прозрел И увидел Христа 127 Крепче, крепче стойте И еще повторяю Крепче стойте На поприще вашем Братья-подвижники Внимая слову премудрого Которая взывает о вас Как золото в горнилии Лучше сказать В общежитии Господь искусил их И как всеплодие жертвенное Прият их в недра свои Премудрость 3.6 Ему слава и держава вечная С обезначальным отцом И со святым и достопоклоняемым духом Аминь Вот степень, равночисленная Евангелистам Стань на ней крепко Подвижник И теки небоязненно Предварил некогда Иоанн Петра И здесь послушание Предшествует покаянию Ибо предваривший Служит образом послушания А другой Образом покаяния Слово пятое О многопопечительном И явственно выражаемом покаянии Также о житии святых Осужденников И о темнице Покаяние Есть возвращение Крещение Покаяние Есть обещание Богу нового жития Покаяние Есть купец Запасающийся Смирением Покаяние Есть непрестанная Безнадежность В телесном Утешении Покаяние Есть добровольно Осуждающий Себя Помысл Нетревожная Самоозабоченность Покаяние Есть Черь Надежды И отречение От безнадежности Кающийся Есть Непостыдный Осужденник Покаяние Покаяние Есть примирение С Господом Посредством Добрых дел Противоположных Грехопадением Покаяние Есть ощущение Совести Покаяние Есть добровольное Терпение Всего скорбного Покаяние Кающийся Есть изобретатель Наказания Для себя Самого Покаяние Есть сильное Утеснение Чреву И поражение Души При чувстве Мужественном Все Прогневшие Бога Стекитесь Приступите И внимайте Что поведано Вам Соберитесь И смотрите Что открыл Он Душе Моей В назидание Ваше Предпоставим И предпочтем Повествование Досточтимых Терпящих Бесчестия Делателях Выслушаем Будем Хранить И исполнять Все Мы Все Мы Подвершиеся Какому Либо Предосудительному Падению Восстаньте И укрепитесь Незложенные Грехопадениями Внимайте Братья Мои Этому Слову Моему Преклоните Слух Свой Вы Вознамерившиеся Истинным Обращением Снова Примириться С Богом Услышав Я немощно Что есть Какое-то Важное Необычное Учреждение И смирение Для помещаемых В особой Обители Называемой Темницей И подчиненной Оном Уже Упомянутом Выше Светил И светил Когда был Я у него Попросил Этого Праведного Что Позволил Мне Побывать В этой Особой Обители И Великий Старец Уступил Моей Просьбе Не желая Ничем Опечалить Душу Мою И так Пришедший В эту Обитель Кающихся И подлинно В страну Плачущих Действительно Если не дерзко Будет сказать Увидел Я Чего Не видало Око Нерадивого Человека Чего Не может Вместить Слух Беспечного И что Не восходило На сердце Ленивому Видел Дела И речи Которые Могут Преклонить На Помилование Бога Видел Упражнение И внешнее Действие Которое Скоро Преклоняет К себе Божие Человеколюбие Один Из этих Неосужденных Осужденников Все Ночно До утра С неподвижными Ногами Стоят На Открытом Воздухе По силе Природы Жалостно Одолеваемое Сном Но Не дозволяет Себе Ни малейшего Упокоения Сами Себя Укоряет Бесчестями И оскорблениями Отгоняют Сон Другие Стремили Взор На Небо И оттуда С рыданиями И воплями Просят Себе Помощи Иные Же Стоят На Молитве Руки У них Как У осужденных Связаны Назад Скорбное Лицо Преклонено К земле Они Почитают Себя Недостойными Воззреть На Небо Подавляемое Недостоинством Помыслов И Совести Не Находят Что Изречь Или Проглагол От Или О чем Помолиться Богу Как Из Чего Начать Своё Прошение Но Как Бы Исполненное Омрачение И Некоторого Отчаяния Представляет Богу Только Немодствующий Душу И Безгласный Ум Иные Сидят На Полу Во Вретящей Пепле Скрыли Лицо Своё Между Колен И Челом Ударяют Землю Другие Непрестанно Бьют Себя В Перси Взывает К Душе Своей И Прежней Жизни И Одни Из Них Орошают Пол Слезами Другие По Недостатку Слез Наносят Себе Удары Иные Громко Рыдают О душах Своих Будучи Несилах Выносить Стеснение Сердца Иные Живопиют Сердцем А Устам Воспрещает Глаз Рыдание Но Иногда Не могут Более Совладеть С собой И Восклицают Внезапно Десять Видел Я Там Что Некоторые Как бы Вышедшие Из себя Самих Оцепенели В движениях И В самом Смысле От великого Смущения Сделались Совершенно Омраченными Стали Как бы Бесчувственными Ко всему В жизни Погрузились Умом В бездну Смирения И Огнем Печали Иссушили Слезы В очах Другие Сидят Задумавшись И Смотрят В землю Голова У них В непрестанном Колебании А Сердцем Рыкая Подобно Львам Воздыхают Они Из глубины Внутренности И Одни Из них С благим Упованием Молятся И Просят Совершенного Отпущения Грехов Другие По Несказанному Смирению Признают Себя Недостойными Отпущения И Взывают Что Не в силах А не Оправдаться Перед Богом Одни Умоляют Господа Чтобы Наказал Здесь И Помиловал Там Другие Сокрушаемые Бременем Совести Искренно Просят И не Подвергать И Будущему Наказанию И не Удостаивать Небесного Царства Довольно С нас И этого Говорят Они Видел Я Там Сердца Смиренные И Сокрушенные Подавленные Тяжестью Бремени И Самых Камнях Могут Они Пробудить Чувства Своими Взываниями И Вещаниями К Богу Ибо По Нише Взором К земле Говорят Так Знаем Знаем Что По всей Справедливости Достойны Мы Уже Всякого Наказания И Мучения Ибо Чем Нам Удовлетворить За множество Долгов Своих Хотя Бы Целую Вселенную Призвали Мы За себя Плакать О том Одном Осмеливаемся Говорить О том Умоляем Того Просим Да Не Ярости Обличишь И Нас И Негневом Твоим Накажешь Нас Накажи Нас Пощадою Доволь нас Нас Если Избавишь От Великого Твоего Прещения От Неименуемых И Сокровенных Мучений Ибо Конечного Отпущения Не Смеем И Просить Да И Как На Это Осмелиться Нам Которые Не Сохранили Обета Своего Непорочия Но Сквернили Тот Прежде После Прежнего Твоего Человеколюбия И И Дарованного Нам Отпущения Грехов Там Ясно Можно Видеть Исполнение Слов Давидовых Видеть Как Страждут Иные И Слячены До конца Жизни Своей Весь День Свет Уходит Как Восмердели И Сгнили На теле Их Раны Солм 37 6